Да поближе, с той стороны, вот сядьте, чтобы его посередке держать. Тема у нас послание апостола Павла к Коринфянам, первое, 15 глава с 52 стиха, еще раз пройдем, потому что тогда в конце захватили. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Блаженный Феофилак толкования. В кратчайшее и неуловимое время, в какое можно только смежить ресницы, совершится столько и таких дел. Это весьма чудно, ибо должно удивляться не только тому, что воскреснут сгнившие тела, и тому, что каждый получит свое собственное, но и тому, что все это совершится так быстро, что нельзя и выразить. Слова при последней трубе. Некоторые понимали о той, о которой написано в Откровении глава 8, 9 и 10. Евангелиста Иоанна. Он говорил, что есть семь труб, первые из них производят поражение людей, ибо не все вместе умирают, но по частям. И это говорит по усмотрению Божию, дабы остающиеся, видя первых погибающими, сами раскаялись. А последняя труба произойдет воскресение, изменение уже воскресших, вскоре, в мгновение ока. Дабы кто не усомнился, так как дела совершатся в мгновение ока, подтверждает достоверность своего слова силой Бога, творящего он ее, и говорит, что воскрубит и сделается. Подобное сему, он сказал и сделалось, Псалом 32, 9 стих. Ибо труба означает не что иное, как повеление и мгновение Божие, предшествующее всему. А мы изменимся. Говорит это не о самом себе, но о тех, которые тогда будут в живых. 52 стих это нам рассказывает. Вопросы какие были у христиан, к апостолу Павлу, как вы думаете? Конечно, почему у нас нету сейчас вопросов? Почему нету? Потому что нету воображения первого качества лидера. Ты являешься лидером для своей души, ты должен привести на небо. И вот это где-то, ну это нас не касается. Царь, голос царя это рык и льва, да я не царь. Правильно. Но ты царствуешь нас грехами. Надо же дальше смотреть за этим. Что бы ни сказала, как-то вот так вот. Вчера мы беседовали с одним священником. Второй раз уже в интернете запись была. Ну настолько вот это семинария их корежит. Его по лицу даже видно, что хороший человек. Ну прям хороший видно. Там жена подойдет, с женой на снимке, там ребятишки приезжают. Ну семинария все извертела. И тут батюшка подошел. И отец Аким стал говорить. А вы, мне сказать, вы не знаете это, это патриархия. Батюшка, как я 15 лет патриархией служил. Называя Томска, 17 там было приходов. И она каждым служил. Он думал, что со мной разговаривает. А тут-то сидит батюшка рядом. И он отца Акима знает, и отца Кирилла знает. Ну все. Ну какое бы слово ни сказал, и все. Я говорю, вот вы сейчас говорите. Вот сейчас что-то. Вы зашли в интернет, ко мне попросились, я вас принял. Вопросы есть. А вопросов-то нет, вы под меня копаете. Копаете урок. Да нет, я говорю, ну два слова я расшифровываю, что они означают. И вы в него впадете. Трагическое положение. Вы думаете, патриарх Кирилл зря заговорил о благовестии-то? Русская нация, нация, не вера, самая быстро исчезающая, видимо, в мире. Быстро. То есть Бог ее сметает с земли как ненужную. А то без воли Божьей не было, обжены не хотят рожать, замуж не хотят. Вот в институте заканчивают, там процентов может 8, которые желают жениться. Остальные нет. Юридический институт. И идет опрос, опрос корреспондента. И спрашивает, ну вот будете судьей и большая взятка. 90% готовы взять взятку, извратить суд. Да какое же это государство? Вот о чем бы ни заговорили, батюшка говорит. Ну это знаете, это брюки. Батюшка говорит, какие брюки у женщины. Я зашел в магазин, мужская одежда. Я посмотрел, ни одной юбки там не висит. Отец с этим с ним начал говорить, а я тут уже вижу. Я говорю, покаяние, если нас Бог не призывает, нас лично, то у нас ничего этого не будет. Такой разговор, это все записано, мы выстоим потом. Ну а может быть по-другому. Я сказал, страх. Страх обуял, все, и вы бесталантные. Вы не можете волю Божьей выполнить, вы боитесь. Идти на службу, ему минут 15, батюшка говорит, это живет где-то рядом, в Москве. Это видно, квартира хорошая. Его сразу вышибут оттуда. И поэтому сказать он никак не может вопреки. Батюшка говорит, ну ты встань, скажи однажды. Иначе кровь-то кого-то не оповестил-то, с себя взыщется-то, соглашается. Писание знает. Но везде вот эти какие-то примбамбасы, настолько измелюженный ум. И ничего нельзя сделать. Вот я сижу, и только что заплакать надо. Ну а можно что-то исправить? Никак. Ни я, ни Бог тебе не поможет. Если ты себе не поможешь, говорит Иоанн Златоуст. Ни я, ни Бог. Ты понимаешь, нет? И батюшка очень хорошо ему все сказал. Маленько пойдя, батюшка опять ему говорит. Ну вот я был сейчас, сегодня, говорит. Ну видимо он ходит, Дмитрий какой-то стоял. Священник его увидел, там видимо Сергий Беляев. Он сразу, ну иди он болтает. Батюшка говорит, да ладно, я постою здесь. И вот народ заходит, выходит, как черви в мешке. Люди-то от нас ушли-то. Они ничего этого не имеют. Там все чужие. Ну согласны. Ну у нас по-другому. Ну как мы-то, может, один процент. Но остальные-то везде одинаково. Об этом патриарх кричит. Потому что я не ссылаюсь на епископа, вы епископа-то не знаете. Но патриарх, если говорит во всеуслышание, и его слова вырезает, купирует, мы дошли до нужной кондиции. Аминь. Понимаете, православие это уже почти умершая религия. Религия, не вера. И веры-то там нет. И кто говорит это? Это говорят самые выдающиеся, какие были, и сегодня есть богословы, говорят. Я сегодня выбрал материал, я его поставлю. Это Оптинские старцы, что говорил Серафим Саровский, Ян Кронштадтский, там Кукша. Ну то есть полная подборка. И подборка, выпущенная патриархией. Православие от силы два поколения еще только будет, а дальше его не будет. Это говорил Феофан в 1860 году. Ну понимаете, что тут надо не то что кричать, а трубой голос сделать. Вот вы хотите поехать, ничего не получится. Вы не с этого начинаете. Я думаю, скажу вам сегодня, это сюда идет, вот труба-то прозвучала. Это отголосок той трубы. Ты можешь сказать, а у меня не будет, а я замуж не выйду, мне не надо думать о рожении, там о заботах. Но от этого никуда не уйдешь, воскреснуть придется. Вот этот стих касается всех до единого. И мусульманы, и буддистов, и язычников, коммунистов, фашистов. Всех. На каком-то стихе кто-то может сказать, идите проповедовать. А что проповедовать, я не верующий. А тут верующий, не верующий, ты встанешь на суд божий. И последняя труба. И как описывает Ефрем Сирин, труба, от которой горы, земля потрясется. Никто не слышал таких звуков. Когда самую большую водородную бомбу взорвали при Хрущеве, она говорит, фактически три раза, ну, слабая волна обошла вокруг земного шара. Я слышал, в 10 классе был, в это время ахнуло, мы не могли понять, что такое все задрожало. А на Северном полюсе почти взорвали-то. А это будет такая труба, перед которой земля растает. Тебе это до ноль нет? Я этого ничего не знал, а про трубу знал, когда мне было, ну, может быть, 3 года. Я уже тогда забивался и плакал. Я уйду куда-то, как сейчас помню, где-то кустики, кто меня не видит, и там плачу. А какая молитва? Молитва, зачем я родился? Зачем я родился? Это уже в 4, в 5, в 10, и до 23 лет у меня молитва звучала. И звучал, я знал, будет суд божий, труба. Мать сказала о трубе. Откуда она знала? Земля потрясется. Это у людей-то нет. А если это есть, то о грехе, о наркомании, о пьянстве думать не будешь. Тебе не до этого будет. Ты будешь трепетать. И мы не предупредим тех. И опять возвращается к тому. И куда бы ни говорил, помни день смерти, и вовек не согрешишь. Вот сегодня крестили у нас девочку. Ну, тут сначала ощущение, как роженицы прошло у Кристины. Вот. Потом все остальное. Но это уже лежал кандидат на смерть. А она сегодня уже на один день, который крестили, на один день ближе к своей смерти. Мы все смертные. И ей это надо внушать. Я в одной семье был верующим. Все родители верующие. А пацаненок сильно балуются. Ну, прям балуются. Хулиганят. Я его остановил и говорю, ты почему о смерти-то не думаешь-то? И мама огорчила сегодня уже два раза. При мне я огорчил. А вчера папу я слышал огорчил. И ты умрешь. Я? Он такой шустрый. Я никогда не умру. Ну, конечно, мы взрослые. Нам смешно. Хорошо слушать. Но у него все, если это правда, как говорят, в человеке 320 миллиардов клеток. Ну, как-то засмогли примерно дать. Не 10, а именно 20. И каждая клеточка говорит, умирать не хочу. Жить хочу. Он цепляется за жизнь. Вот это вот должно трогать. Я в армии, когда искал Бога, еще не... То есть истину Божью. Я знаю, что Бог есть. Ну, и благодаря тому, что я на разных языках занимался и переводил. А офицер учится там где-то в академии. И ко мне приходили, я им переводы делал. То на английском, то на немецком. Мне льготу давали там такую. И вот он один говорит, медик, полковник. У меня, говорит, умирал полковник недавно. Ну, рука буквально. У него рак был. Ну, я говорю, ну ты, Михаил, ну ты же знаешь, что ты... Ну, болезнь уже не излечима. Все опутал внутри. Да знаю я. До того неохота умирать. Он, говорит, кислородную подушку готов сжевать, тянет к себе. И дыхание уже все перехватило у него. И он мне это рассказывает. А я-то верующий. А у меня все перед глазами. Это я. А как я эту с мертвенькой встречу? Ну, а другое дело, рубаху рвануть, стреляй мне. Я не боюсь. А вот лежать, да болеть, да парализованным-то. Вот герой веры. Герой веры. Да когда тебя пытать дожарить будут, как сыновей Маковейских-то. Вот и так. На днях. Тут у меня не все. У нас есть одна девочка. Здесь. А ей мама и говорит. Она до того возмутилась, мать, когда прослушала. Про сыновей Маковейские. Вторая Маковейская. Заматерилась. Нет, Инатьевич. Заматерилась. Вера, надежа, любовь. Вера, надежа, любовь. А. Ну, это я уже после этого, видимо, говорил у меня так. Вот и все. Это то же самое. Понимаете, что? Что да я, чтобы моя дочь, то есть, даже мысленно не примиряет. И вырвался такой гнев фонтаном. Ну, неверующий человек. Она неверующая. Совсем. Понимаете? А когда разговариваю с человеком, я ее знаю. Говорили там, каждую кошку схватит, целует. Каждую собачонку он не просто так погладит, а поцелует. Но когда услышала, что даже там, в 2-3 веке казнили, из нее все полыхнуло огнем. А они на небе. Это святые мученицы, которым я ежедневно молюсь. Вера, надежа, любовь, матер, сапия. Моли Бога о нас. Это наши ходатые. Мы верующие православные, верующие человек не умирает. Он только переходит. И в церкви здесь страждущие, страдающие, церковь торжествующая. Это, как бы сказать, ну, образно, две половинки одной церкви. И вот эту трубу, ее надо себе просто перед глазами иметь. Ах, я встану, а какой я буду. И вот разные гонения, щипки, насмешки. Там будет все по-другому выглядеть. Все по-другому. Искренне ли мы это говорили, искренне ли стояли, искренне ли молились. Все выявится, раскроется, как весь мир будет видеть. Ужас какой. Даже глубоко верующий человек содрогается. Вот я что делал, каялся, Бог просил. И что это заново будет? Это вся жизнь будет просмотрена. И все это увидят. Ну, а как Бог говорит, брошь и захребет, не вспомни. Бог не помнит, это тебе нужно. Чтобы ты наполнился безмерной благодарностью. Отчего меня Бог избавил. Я тысячу раз ад заработал. А он сошел с неба. Он принял зрач человеческий. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страданиями на кресте. Меня он искупил. И вот эта труба, это день всеобщего торжества. Но оно называется страшный суд. Суд районный, городской, краевой, там, Гаагский суд. А это будет страшно, с большой буквы. И все, что здесь было, масоны, там, разная мафиозность. Там ничего нет, опоры никакой, никого нет. Во-первых, никого нет. Во-вторых, все сгорело, сгнило. И человек стоит, в каком виде мать родила. И начнется рассмотрение жизни. Ну, неужели? Считай 12 глава 2 стих Даниила. И перед престолом протекала огненная река. Я беседовал с сектантами многократно. Я говорю, а что за огненная река? Ну, не знаю, это что-то божье. А Ефрем Сирин говорит, все пройдут через огненную реку. И праведник, как золото засияет. А грешник выйдет, он спасется от огня. Но выйдет, как головня. И будет суд, и будет брошен в огонь лично. Это настолько зримо. Когда братья приступили, монахи, к Ефрему Сирину. Вот тебе Бог открыл. Ты расскажи, как этот суд будет? Я не знаю, сколько дней он говорить не мог. Он плакал и плакал. А братья терпеливо ждали. Братья, не спрашивайте. Нельзя об этом говорить. Этот ужас никто не может описать. И написано, силы небесные поколеблются. Вы считали? Ну да, а что это такое? Я говорю, с сектантами, с баптистами беседами. Ни один не может ответить. Почему? Нет толкования святых отцов. А вот как? А он толкует очень просто. Златоуст. Вот представь себе, царь. Мы считаем в Библии. Когда пленные схватили там саря, а он, сын у него молодой там, ну совсем молоденький, он ему дал меч, говорит, отруби ему голову. А мальчишка, он взял и руки задрожали, а который уже лежит, сейчас голову отрубит, он говорит, не для него это. Ты сам отруби мне голову. Ну так, так и сделал. И вот ангелы, служители Господни, они, когда увидят, что открывается вечность, распахнет врата, часы мировые остановились. И каждый будет судимый, поет внуку вечную. Так вот, как сыновья Божии, то есть меньшие силы духовные, они будут трепетать от страха, силы небесные поколеблются, говорят, прячась под колесницей. Когда написано, слава Божия, колеса полные очей, там, у Эзекиилета, это слава Божия. А Херувимы и Серапимы содрогнутся все. А человеку нужды никакой нету. Раньше как было, читаешь, что там, ну рассказывали Льва Толстого, уже старик умирает. Они рассорились, один другого поджег, и он умирает, говорит, пошамкал губами, говорит, вонятка, помирать будем все. Ты бы со Степаном примирился. А то, смотри, и ребятишки матерят уже друг друга, и жены. Все помирать будем. И закрыл глаза, и умер. И вся его проповедь-то в этом и была, что страшная труба будет. Вот мне вот это Бог дал в самом моем зачатии, видимо. А остальное на этом пришло. Я сейчас как вспомню, где я был, как у меня стихотворение, по лезвию, острому лезвию, там я скатился, и бороду сдуло слегка только. Вот. Если бы этого не было, ничего бы не было. Я сегодня вот смотрю, некоторые стоят, уже идет причастие, и все время вот раз в ногу. Вот так вот, раз в ногу. Я опять. Ты не встречал таких? Да разве так стоят на службе-то? Ты встать вот что, две ноги, как тут стоят? Перед знаменем никогда не будет человек вот так вот. Да уже у мавзолея, у мертвеса, у грешника. Сколько раз уже говорю. Если ты кланяешься, ты православный, соверши крестное знамение. И не вот такой поклон делай, как евреи возле стены плаща, они вот так вот стоят. Вот так вот, качаются. У сарабрятся вот такой поклон. У нас поклон должен быть такой, если ты хочешь проверить себя. Опусти, чтобы рука достала пол. Ее не надо доставать, вот так вот. Это же перед Богом. Я говорю, вот так вот кланяются. Ну что говорить? Есть, которые сестры сказали, у меня, говорит, глоукома, там не кланяйся, не надо. У другого вот спина. Ну а если все нормально, так тебе разве трудно перед Богом? Вчера на меня выходят, они говорят, нашли в интернете о пользе поклонов. Исследования прошли, какие глубокие исследования. И когда человек совершает вот так вот крестное знамение, с земным поклоном руки впереди лун. Вот сколько у человека есть там 361 косточка? Все до одной шевелятся. Как это полезно. Все пальчики, вот в этом месте, в локте, в плече, в колене, все абсолютно. И когда ты сгибаешься, между собой ребра сжимаются и уходят. А святые знали, говорят, делай много поклонов, и сатана отскочит. А чего это я буду маяться? А написано, женщина, подходя, кланялись ко Христу. Иисус говорит, мы знаем, чему кланяемся. Иисус сказал, и ты не веришь. Всегда были поклоны. С поклоном подойди. Как? Пойди, говорит, золотой рыбке, да поклонись ей. Старуха-то там, а золотой рыбке-то? Дурачина ты простофиля. Считай. Так, Игнатин Ильич, вопрос-то такой. А чего у нас-то ничего не получится? У кого у нас, во-первых, и чего не получится? Ты думаешь, что, если ты поедешь, ты от меня отдельно, что ли, будешь? Я же с вами душой, я-то никуда не поеду. А, никак не поедете? Я не поеду. Да как право-то разговор-то не было. Вы проконсультировались, что? Еще вы разговаривали, батюшка, я сидел в углу, я уже начал молиться. Сейчас я о чем говорю, у меня второй канал работает на молитву. Люди не могут понять, я не могу объяснить. Батюшка уже сейчас сказал конкретно, он с ним сейчас разговаривает, на следующее воскресенье договаривается, чтобы он уже людей оповещал на следующее воскресенье. Что именно делать? Этих людей оповестить? Это в их силах. Они могут оповестить знакомо. И собрать их для того, чтобы с ними провести миссионерскую беседу. Так, объясни сначала слово миссия, что означает миссионерство? Ну, а они что под миссионерским подразумевают? Они подразумевают то, чего никогда не видели и не знают. Так. А может быть видели, да не знали, что оно так называется? Видели. Ну, может видели, да. Кто-то, может, с сектантом видел, но не знал. Что такое миссионерство? Что-то утро... Заговорили-то так. И при том, патриарх-то круто как заговорил, что и архиереев поставлен настоятельность, и вот миссионерство. И тогда как они среди зимы зашевелились-то. Значит, у патриарха власть огромная. Очень. И заговорили в каждом приходе, а где вы раньше были? Вот тут и востребован будет опыт, который Бог нам дал, за что нас громили, давили, презирали. Да, к слову сказать, на неделе пришел документ из Министерства культуры Московской области о наших книгах. Министерство? Ничего себе. Вообще. И документ пришел, его сейчас надо только копию снять, но я его перепечатал. И что это документ? Как цензура? Люди, когда бы сказали, кто будет книги наши распространять, они поехали, там нашлись люди, которые взяли книги и в Московской области стали в разные библиотеки дарить. Каждую библиотеку на 20 тысяч рублей. Прознали попы. Они там подняли такой край, они не знают, книги в руках не держали, они бы, а если бы они знали их содержание, они бы вспомнили о страшной трубе. Они этого не знают. Ну, страха никакого нет. Они давай, а эта прихожанка так, прищищать не буду, если книги лапки на нее берешь в библиотеке. А которая не ходит в храм, она его послала куда-то. Да нет, я просто сказал, он смотался, больше его нет. Они очень чутко, но если это прихожанка смерть. И они мне спрашивают, эти там Михаил Батугин. И он говорит, ну а может же в некоторой библиотеке приняли, и там, которые, видимо, не верующие, то они сразу сказали, кому какое дело. Для нас праздник, когда к нам книги дарят-то. Да какие книги? Которые находятся в библиотеке имени Леяна, библиотека номер один страны. В исторической Москве, парламентской, только в одной Москве, там в разных местах и храмах. Ну, и он меня спросил, человек такой православный, писать, не писать. Я говорю, это ничего, положение это не изменит. Даже если придет положительный ответ, но здесь заблокировано, они заставлять не будут, они могут уговаривать. Она упрется, она даже примет, это еще хуже вариант, она примет их в дальний угол. И никто их не будет видеть. А постепенно она их уничтожит, и все. Я их знаю. Я их очень хорошо знаю. Ну, я не против, я говорю, ну, напиши. Он написал уже месяца полтора, прошло, и вдруг ответ приходит. Книги исследованы. Опираясь на то, что эти книги находятся в библиотеке имени Ленина, исторической, парламентской города Москвы. И они выставлены с пола, их берут, люди считают, нам уже проверять их не надо. Это самый высокий уровень проверки. А те, которые они принимают, мы им разослали письма, чтобы разрядили эту ситуацию. Во-вторых, каждый гражданин, имеется в виду Лапкин, имеет право распространять свои сведения, и каждый гражданин, согласно Конституции, имеет право получать эти известия. А вы заблокировали. Так это мы таких-то встречали от Дальнего Востока везде. Но ответ пришел на бумаге, с печатью, с подписью, за номером только первый раз. Почему? А я не обращался. Я в это не верю. Но теперь получили. Когда мы это получили, я сразу... Намаги-то, Володя, а ответ-то какой? Поморились. Я ему сразу говорю, Володя, у меня мысль такая, которая подписала замминистра. Пошлем-ка ей книги, подарок. И мы так и сделали. И Володя вчера уже отправил. Ну, я написал, что если вы дадите адрес министра культуры, Российской Федерации, мы ему пошлем. Ну, и попутно сказали. Эти книги мы видели в библиотеке у Владимира Владимировича Путина, у Медведева, у Патриарха они есть, у губернатора Карлина. Это все перечислил свои и дал ориентиры. Приложили там наших визиток. Сколько положил визиток-то? Ну, штук 30, наверное. Штук 30. Может, больше даже. Да. Вот на этой неделе такое известие. А как дальше будет? Ну, не знаю. Но я знаю, что это будет им нелегко. Но они решили, книги, которые получили, и стали звонить, заберите книги. Он говорит, а почему? Ну, вот надо забрать. Почему? А у нас в церкви договор, и там посмотрел. Батюшка, он смотрел, читал их. Да нет уж, правда сказать, он не смотрел даже. Но он сказал, что не надо, мы Лапкина знаем. Он нехорошо о нас отзывается. Да, разве это критерий? Ну, есть, я ей хорошо отзываюсь. Есть. Да. Я вот хотел дополнить еще. Мы же последний раз там в Потерявке, когда выезжали, в Булканке вроде мы были, да? Я же тоже там зашли, а там библиотека сидит, и там многие сидят женщины. Я потом решил спросить у него, который директор библиотеки, говорю, а где у вас тут книги Инатия Ильича Лапкина? Он говорит, да они там стоят, там отдельная комната какая-то есть, и там на полочке. То есть, чтобы его найти, надо туда зайти, и там, ну, как выглядит, вот так оно и оказалось все. Так оказалось. Да, я раз посмотрел, книжек 10 всего, а 38 книг, всего 10 книг. Ну, заведа там нету кистиного православия. Это что тащили? Они не уничтожили. Я спрашиваю, а где остальные там? А я, говорит, недавно здесь, я, говорит, не знаю, где остальные. Вот и все. Но если, говорит, у нас спрашивают, мы даем, а если не спрашивают, мы не даем. А вот когда расположены где, вот такие районы здесь были, в Алтайском крае, так они на меня вышли в интернете и говорят, ваши книги при самом входе, на самом видном месте выставили, показывают. Это только в сегодняшнем расположении человека. Да. Ну, я не буду там писать Путину, что да, Владимир Владимирович, указания. Это ничего не даст. Надо, чтобы человек этот, который делает, он делал с любовью. Я вот, мои книги тут были в магазине. Ну, Никита, я бы хотел сказать, что... Я говорю, как, они в дальнем углу, в темной комнате, там, свет они в углу, они там, и никто не видит их. И другими брошюрками заложено. Он сам-то по себе прекрасный человек. Ну, книги не берут. Правда, еще места мало. Он все правильно сделал-то. Ну, вот девчонка молодая зашла, там, накупила Лада, ну, еще что-то. А я говорю, иди-ка сюда, Машуя Павловна. А вы видели такие книги? Нет. А про что они? Я ей сказал. Она пошла эти все свои, эти ладанки, все это сложила туда. И вот охапку набрала книг, я еще приду, заплатила деньги и пошла. Заходи второй, второй. Да я был продавцом, я бы сзади запузырил все. Вы знаете, этот рассказ-то про мальчонку, и дедка корову-то продавал-то. Да. Он не продает, а школьник, пионер, шел, остановился, и давай. Это корова, не выдаешь сзади, не устанет рука. Дед посмотрел, такая корова, говорит, мне самому нужна. Повернул, и давай корову повел. Вот что значит менеджером хорошим быть? А мы, слово Божье, вот у миссионера это должно на первом месте быть. Мы так должны показать, что такое Бог, какая любовь, от какой страшной последней трубы Он избавляет. Какие мы счастливые, что мы еще живы. Ты все это должен вложить. Миссия, это посланничество. А посланник не должен заботиться о результате. Им нужно выполнить волю Божию. Никогда не бери на себя миссию, а сколько человек обратилось, а как священник. Это я говорю просто за кадром, чтобы знали обстановку, и когда случится, вы не думали, что это что-то новое. Это обычное для них. Но если обстановка вот в этом плане будет изменяться, ну вот как этот настоятель там батюшке позвонил, не настоятель, а благородный начинный, то можно ожидать плоды. Да. Но только если это будут вести умело. А вы могли бы сказать, кто у нас сейчас самый такой, по моему мнению, ну по мнению Кураева он меня назвал самым выдающимся, знаменитым современности. Каковым я абсолютно себя не считаю. Олег Стеняев. У него Библия все время в руках раскрыта. Как он с харизматами беседует. Олега Стеняев поставить руководителем миссионерского общества по всей стране. Ну дать ему оклад там не меньше, чем судья получает и все. А что судья получает? Он сделал там 80 тысяч в месяц. А в Москве это значит, ну на пенсию Лужкова отправили 250 тысяч пенсии. Понимаешь? Неужели не понятно, что это больше мое? У меня 5608. И 17 копеек. Поздравляем. Копейки правда не дают. Вчера ты меня удивили. 450 на телефон кто-то перечислил, но никто неизвестно. Те и Володе тоже. Кто это сделал? Признавайтесь. Это там кто-то. Помните, принц Египта, когда Моисея столкнул этого египтяня, он разбился, а другой подскошил, кто это сделал? А евреи дорожат. Это там. Это не я. Это он. Ну, в общем, полупонятно, ну и ладно. Ну ладно, ладно, когда придете туда, вы поставьте задачу. Самое главное, два вопроса, чтобы они полюбили Христа и полюбили Библию. Если не будет у них людей знания Евангелия и Библия, вам не затронуть с места никак. Ну и напужайте их. Напужать нужно крепко. Вот тут Третьяков Игорь, он узнал, что мы ходим в дом инвалидов и он пошел и собрались там в приходе где-то и он нам говорит, они сидят, что спите? Ведь сейчас, если случится пожар, вы на карачках все будете выползти. Половина сгорит. Верьте в Бога, как должно. Вот как начало. Я говорю, ты что делаешь-то? Их парт хватит. А они его любили. А любили. А они видели, что он искренний. Да, да. Это так. Возврати его, Господи. Ну и потом Московская Патриархия запретила ходить. Перечеркнули все. А многие же дома инвалидов, то не многие, но сгорели старики. Решетка, выскочить некуда. Чересчур часто горят дома инвалидов. Ну, выгоднее и жест, чем кормить и ухажать. Это так. Строиться надо, а дома не отдают. Они поджигают эти дома, а место освобождается. Не где-то, а я поехал, мне родная сестра рассказывает, вот это вот пожарище все, выжгли. Ну, мы, говорит, сидим, говорит, я говорю, что у тебя банок-то в избе много? Пожара жду каждый день, а ну воды не будет. Прям банками с водой все уставлено. Поэтому мы должны к этому готовиться. Вот я когда писал книги, и что напишу, а тогда назвались не флешки, а дискетки. Я на дискетку списываю, все в карман положил, пошел в университет вести занятия. Дом сгорит, мне не так жалко было, если то, что я написал, еще не опубликовано. И каждый раз, уходя туда, две-три флешки с собой брал. Возвращаюсь, теперь следующее, опять новое скачиваю, а эти уже загнал. Что ты любишь? Вот покажи любовь к Богу, если она у тебя есть, любовь к Библии, если она у тебя есть, а слова на другом уровне люди поймут, ты говоришь чужие слова. Надо говорить с такой верой, чтобы другой понял, другого пути нет. 53 стих. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Блаженный Феофилакт толкование его. Дабы кто-нибудь услышав, что плоти кров не наследуют Царствие Божие, и что мертвые воскреснут нетленными, не подумал, что тела не воскреснут, так как ныне они состоят из плоти и крови, прибавляет, что тела воскреснут не такие, которые суть плоти и кровь, а преображенные в нетление. Заметь все слова против тех, которые говорят, что воскреснут тела не те же самые, но иные, ибо тленному говорит сему и смертному сему, не иному, а указательно говорит сему. Посему тело останется то же самое, ибо оно есть то, что облекается, но смертность и тленность уничтожается, так как оно облечется в нетление и бессмертие. Между смертью и тлением есть разность. Слово смерть употребляется только о существах, одушевленных, о тлении и о неудушевленных. У нас же есть нечто подобное неодушевленному, например, волосы, ногти, но и эти предметы облекутся в нетление. Вот интересно. Так, ничего, кто-то сказать? Спаси. Я обговорить буду, когда никто не скажет ничего. Спрашивайте. Никто ничего не скажет о бессмертии. Ну все, никого нету. Когда мы считаем в себе в Ангелии слой Божий, написано, говорит, и будем подобны ему, когда увидим, как он есть. Какое толкование? Толкование начинается с буквы О. Кто толковал, он ничего не мог сказать, он как и буддист, только О, маны падмахум. Вот больше он ничего не мог сказать. О, наши тела будут подобны его телу. О, не могу. Даже толкования-то нет никакого, просто одно О растянули, это столько удивления. Это надо прочувствовать. И это нам. Вот ты когда хоронишь, ты воображаешь, что сейчас тут гроб прогниет, туда просыпется земля, в глазницах ползают черви, все выедут, черви подохнут. Ну понимаешь, нет, это я буду лежать. И ты себя семейственно будешь хоронить, тогда это, когда наступит, ты уже все это пережил. Я просто пережил. Это очень много значит, когда ты тренируешься на этом. У Петра Первого был случай, когда разоблачили одну группу людей, тайных, которые готовятся к свержению строя. И один майор, его имя сейчас уже рассекречено-то, но Петр, значит, арестовал всех, его казнить. Казнят, которые, казнить, это пытать там, раскаленные, подставляют к руке, сверлят, приходят и говорят, ваше царское величество, что-то необычное, говорит, такое, реакция другая, говорит, мы его жарим, дышать нещем, он, говорит, смеется нам в глаза, плевал я на ваши муки. Хорошо, он пошел сам пытать. И он пришел, когда посмотрел, как пытают, я говорю, скажу, а что это такое? Кто ты такой? Майор? Да ты, ты пытки-то какие делаешь? Мы, когда уроки проходим, разве мы такие пытки друг друга устраиваем? И Петр сказал, я тебя полковником ставлю сегодня. Вот столько-то, столько будет, там, три твоей деревни, там, что угодно. Я так, к примеру, говорю, переходи ко мне. Он перешел. Вот когда такие люди будут, и в государстве, и везде, которые заранее приготовили из них пузо наращивать, там разные черномыльдины, а вот такие люди, которые готовы умереть за отечество, и это ради пользы за отечество. А у нас отечество небесное. И они с нами никакие враги ничего не сделают. Ты просто насмехаешься над этим. Вы видели сегодня крещение? Дуй не плюнь на него. Вы думаете, на кого дуй не плюнь? Да иди на любого бомжа, дуй не плюнь, он тебе в морду так прочистит, так говорят. А это на сатану, на главного виновника всего зла. И ты стоишь, дуешь плюнь. Ты думаешь, что за это будет? Он так молчать не будет. Он тебе припомнит это через 16 лет, когда у тебя плоть заговорит. Вот эта девочка говорит, что вот такого кучерявого тебе представить, ты забудешь этот день, когда принимала крещение. Ты поползешь ко мне. Он уже сегодня это говорит, мы не слышим. Ду не плюнь. А вот эту ду не плюнь, чтобы мы эти плевки не глотали потом сами. Мы должны выполнить и каждый день давить и плевать его. Сатаной не надо бороться только. Его надо побеждать и давить. Смертный бой объявлен. А то я боролся с дьяволом. Святые побеждали его. Он чувствует, что уже как Семен уже все его задает. А ему сразу трутит сзади вот так сделай крестом-то. Я как сделал, он говорит, как дерево высокое. Он обмяк сразу-то. Я его поднял как бревно, как какнул, говорит, и все. Ты его крестным знаменем круши. И он попятится. В Новосибирской библиотеке имели Карла Марса, уж назову. Мы пришли. Приходят там, кто у нас был тогда с нами ездил. Не знаю сейчас в нашей команде в то время был. Да я ездил. Ты был. Она не принимала-то где. Я говорю, тебе сказал, иди побеседуй. Она увидела вот так. Не подходи, не подходи ко мне. Молодая там. Ну может лет 25-30. Женщина. Видно, что прямо беснуется. Не подходи ко мне. На нее ужас напал. А мы в центральной библиотеке. Потом библиотека какая-то техническая, областная. Потом молодежная. Везде принимают. И все это мы на пленку засняли. Здесь. А это одна так. Ей давать нельзя. Но сама ее реакция какая была. Ну и конечно, видимо и другие такие. Мы там ничего не оставили. Вот и Сережа все это видел. Мы еще маленько пообсуждали, пришли. А что за этим стоит? Не знаю я. Я знаю только одно, что это одержимость бесовская. Так, бояться. было такое у меня, что встречается человек только не исл. Она тебе говорила, чтобы только не говори ничего. Не говори. Он заговорит это. А ее ужас пробирает. Не говори. Только замолчай кричит, не говори ничего. Обыкновенная библиотека, мирное время, книги в центральных библиотеках в этом городе. это районная библиотека-то. Мы встречаемся с сатаной, его надо сокрушать. А как? Ее побить надо? Да нет, конечно. Ты помолись о ней. Вот у нас задержка была. Это были Новосибирские в прошлом году. И... Ну, задержка. Фотографии мы сделали надо. А фотографии должны быть такие, которым не больше одни сутки. Откуда ты знаешь, как сутки у меня... Ну, говорят. Надо заново. А воскресный день, или 1 мая, там не работают. Представьте, нас в какое положение ставят. Ну, сказали, там где-то есть такая. Мы-то поехали, там искать где-то. Едем, я говорю, что-то за этим есть. Но что, я не знаю. Мы могли это узнать. Но нигде эти условия не были выставлены в английское посольство в Великобритании. Пришли. Обыкновенное фотоателье. Все нормально. Но вот мы подошли, когда фотографировались, и я смотрю на эту женщину, она не такая, как все. Вот, понимаете, в ней что-то особое. Молодая женщина, может быть, лет 30, даже меньше. И она как стала говорить, а кто вы такие? Я первый раз вижу таких людей. Мы трое зашли. Это Николай, Витя, я никогда не видала. Вы, наверное, верующие. Верующие. Так мы еще не скажем. Мы ей столько оставили. И за фотографию она взяла раза в 3-4 меньше, чем обычно. Три фотографии. Она чуть не по 10 нам наклепала их. Вот теперь, когда мы от нее вышли, мы поняли, куда нас Бог привел. Если бы ее найти сейчас, я бы еще что-то дал, но с собой больше не было. У меня были какие-то эти комплекты, Нового Завета. Я в германское посольство поехал, передал послу, здесь для английского передал. А туда пришел, уже ничего и нет. То есть мы встречаемся с проявлениями божьими и дьявольскими. Чем человек жив? Вот смотрите, я к этому вернусь. Лев Толстой пишет, когда женщина-то увидела, что он привел какого-то бродягу домой, а это ангел был, как она глянула на него, он потом скажет, я увидел в лице ее смерть. Какое страшное лицо у нее это. Но когда он немножко рассказал, но человек-то голый, замерзал, ну я снял куртушку на него надел, ну что ты, Матрена, ну хоть что-то дай поесть-то нам-то. И она еще раз взглянула на этого странника и улыбнулась. И он другим взглядом посмотрел, а потом скажет, и лицо у нее преобразилось. И вот вместе со смертью я увидел у ней жизнь. Это ангел потом откроет. Вот оно, воскресенье-то, что будет-то. Как мы смотрели, как говорили, как давали, с каким намерением. Вот это сейчас надо так вообразить, и тогда все остальное как не бывшее. Я имею, у меня отняли. Это никакого значения не имеет в вопросах вечности. Никакого. Это все ушло. Земли нету. И ты только будешь цепляться. Неужели я тогда не оказал помощь такому-то? А тот нуждался. Неужели я не помог? Ну я же имел, ну не дал, ну на черный день. Да черный-то день, вот этот и есть черный-то день, когда придет Господь-то. Он очень черный день. А тот я откложил на черный день. Отложить на черный день это означает отдать милость ненуждающемуся. И враг придет и поцелует тебя. Сталкивались с таким? Не встречали, да? А я встречался. Мы с ним не встречаемся, просто приходится делать что-то, ему кто-то сказал, что все, что ты получал, это от этого человека. И он сам пришел сюда, ко мне, вот на это место, подошел и идет к нему. Я даже и не знал, как он выйдет. А у него борода такая уже. Он подошел, меня обнял, прижал и давит, и давит, стоит. Вот и все. И враг там, там никакого врага нет. Вот сегодня, которая была Таня-то, она из таковых была. На меня показания, а потом, а потом и дочка пришла, а теперь и дочка уже, и внучка здесь. Но тогда, во время суда, я этого ничего не знал. Я просто о ней помолился. И молитва эта сыграла через, может быть, 28 лет. Не сыграл, а воплотился. Ну, понятно, да. Свою роль в ее жизни. Ну, вот так, тела. Тела те же самые, но они воскреснут не те самые, а измененные. Но образ сохранится, мы друг друга узнаем. Ну, а муж, жена, там этих отношений никаких не будет. А что будет питаться? Не видел глаз, не слышал уха. Ни один, никто их не описывает. Но туалетов там не будет. То есть, это другое. Христос как бы ел, показывал. Это все непонятное. И это возможно принять только верою. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Он уже сегодня имеет ее прописан на небе. Считай. Четвертый стих. Когда же тленное сей облечется в нетлении, и смертное сей облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победою. Толкование Блаженой Ферфилат. Когда это сбудется, тогда исполнится написанное пророком Осией. 13 глава 14 стих. Смерть, где твоя жалат, где твоя победа. Поскольку сказал нечто изумительное, то в истине слов удостоверяет свидетельством Писания. Победую, то есть окончательно, так что побежденное уничтожится смерть и не остается ей надежды на то, чтобы когда-нибудь впоследствии возыметь силу. О смерти говорится как о живом существе. Так ее и рисует, вон она смерть. Ее косу отломил что-то. Это Андрей сделал. Рядом календарь отмахивает числа. Понимаешь, вот надо все время с позиции той, судного дня смотреть на это. Ну, у меня YouTube. В 2000 примерно 300 у нас роликов стоит. Вчера у меня отправку сообщений в Майл.ру заблокировало. Я сказал, видите, администрация это делает. То есть посылаю, а туда приходит пустое сообщение еще нету. Какая у них операция. И вот у меня заходит один там, у него не фотографии, ничего, просто такая свиньячая рожа какая-то лежит. Я его называю чушка. Ну, выступает, говорит, и он неверующий. Ну, как-то сказали. Достаточно мне нажать, и он больше никогда не появится. Ну, а какое тогда мое-то отношение к нему? Я могу только молить, я даже имени его не знаю. Он там себя называет. Если по-нашему сказать, кажется, Иоанн, что ли. Вот, если перевести на русский то язык-то. Ну, прямо как говорится, подначивает где-то. Я просчитаю, ну, что я могу сказать ему? Я не отвечаю на это. Но помолиться, он меня побуждает. Я бы ответил хотя бы раз, если бы он верил в Бога. Но вижу, у него веры никакой нету. Но иногда говорит ничего. Вот последнее занятие а какой-то там ламинат, это зря у него на кухне. Все такое ламинат, я еще не знаю. Ламинат это искусственная доска. Ну, главное, что похвалил, и он соображает. И другой раз по делу выступит, скажет. У меня неприкасаемые три объекта так выразили. Это если кто против Бога, против Церкви Христа и против Библии. Тут уже разговор у меня никакой. Я его истребляю навсегда. Распыляю просто. Я его заблокирую, он ни на один наш ресурс не попадет. Но этот тронет, он меня все время подкусывает. На меня. Он испытывает. А Володя где? Да вот он где. Этот ученик превзошел своего учителя. На Володю. Я Володя иди скорее. Слушай, ты не имеешь права не оправдать доверие этой чушке. Там может быть не чушка, у него такое изображение как-то с лба смотришь, чушка свинья и свинья недобитая. Это человек. Видно, что соображает и голова у него соображает. Он такие фразы отпускает другой раз. Видно, что считает. Может быть 28 лет еще пройдет и что-то будет. будет. Но главное, что он никуда не уходит. Это хорошо. Он услышит, что я о нем говорю сегодня. Хорошо. Это хрюканье я мог а такая какая-то щеки жирная как свинячая голова отрезанная. Поставил вместо себя. Нравится может. Может быть коснется что-то. Благослови его, Господи. Ему тоже нужна истина. Побеседовал бы он по слову Божьему. Но он не верит. Поэтому нет. У нас все по слову Божьей беседы. Вот вчера который со священником выставил я. А перед этим было с баптистом из Америки. Шаповалов Юрий. Четвертая беседа. Какие беседы. Уроки. Уроки миссионерской работы. И он настолько человек порядочный. Я что-то говорю он только руку протянет вытаскивает книгу показывает. И уже запросил мои книги в Америку уже послали ему. с братьями где-то. И он говорит мы рассуждали о чем мы говорили с братьями. Это одни так понимают другие не согласны. Я виду Бенгура вспомнил. одни согласны замолчать а другие нет. И у него все к месту. И он о чем говорили не забывает. До этого говорили. Обращается к святым отцам. Но братью собрать на беседу чтобы несколько человек пока не удается. Ну зайдите и посчитайте. Посмотрите. Простите вопрос. А Петре Гилки с ним разговор не вел все? Я показал ему книгу все рассказал. Они не знают о нем ничего? Ну я не стал спрашивать. спрашивали? Он не знает. Вообще интересно дальше как у них прошло все у этих людей? Брат я никогда не спрашиваю. Я вопросов не задаю. А если у него дети обо мне речь идет? Это уже помощь у колодца спрашивают. А какое отношение имеет ко мне? Какое отношение имеет? Вот мои дети сидят. Вот в тюрьме и поэтому детей нет. А я вопрос задаю. А у Иоанна Кронштадтского почему детей не было? Он не монах был. Ну вы дальше смотрите. Ну почему не было у Ленина детей? Я уж не говорю у Гитлера и у других. Так у Павла он не монах был. У Иоанна у других у них никого не было детей. что? То есть человек не знает что спросить. Но один написал мне тут попыток что делают? Собрали народ понимаете и открыли алтарь в присутствии епископа и застали поклясться что они будут сражаться за Украину или за Россию и где? В другом в Украине я ему тогда выписал все что Бог запрещает клясться вместо 2300 из Златоуста какая книга какой стих и вот теперь да народ ничего не знает а теперь надо идти воевать они все назад люди клятвы нарушаются а умер это никому не охота я дьявол то петлю уже накинул зачем это священнику под клятву подводить то но они думают доверились батюшки а теперь видимо просят чтобы меня спросили а я ничего не отвечаю я только места писания взял из Златоуста вообще не отвечаю зачем мне отвечать когда до меня отвечено вчера священник нападает на меня ведь вот я так и нарисовал заранее уже вот библия писание писание а вот внизу так две показывает бумажки а на другой это толкование а вот сбоку это ваше понимание и вы свое понимание я говорю то что вы показали вверху внизу согласен на мое понимание теперь покажите а то я его не знаю еще пока ну как это вот везде нет меня подсех не подстраивай а что я особый мне бог дал страх такой что я нигде не толкую я в первый же год стал искать толкование вселенской церкви и я его нашел только в одном игту 17 лет преподавал по блаженному эпилакту я его перепечатал от руки я начитываю издаю сам книгу и какое мое я говорю у нас был епископ Евтихий Курочкин и когда с епископом тут беседовали он говорит он сказал вам Игнатия никогда и никому не завините его не православный он сугубо православный сугубо то есть вдвойне ну и разговор вот в этом русле в первую очередь клястье запрещено это и присяга а златоуз говорит если ты лживый то и клятва не поможет все если сказал как печать приложил мой ответ тот же самый что и вчера и что 53 года назад другим он быть не может потому что взяты священного писания и вот вы когда будете это сразу вложите миссионеров иногда захватывает а вот он пойдет сейчас войдет в собрание к баптистам начнет говорить и оттуда они все с хоругвами уже пойдут в храм и тут уже все их помажут крестят и они будут православные а было где-то такое хоть раз условия ставят у меня было один раз 450 человек баптистов сразу стал приседером и говорит мы все согласны перейти в православие а вы с этим человеком баптистом разговаривали об этом случае говорил все рассказывал и как он отреагировал понимаете он много молчит он не перебивает и задает вопросы такие которых мне никто не задавал мы беседовали тысячи этим старстве и он мне задал вопрос который за 53 года никто не задал вот это я понимаю почему он так ответил вот этот баптист Юрий как его величать он даже не сказал скажите Игнатий Тихонович а что таит в себе какую опасность что наши братья говорят что будет тысячелетнее царство на земле какая в этом опасность ладно мы не не примем но что за этим последует где-то вот я ему теперь должен сказать какие вы вопросы задаете вопрос я говорю вот как написано они говорят что воскресенье уже было и разрушают веру и слово их как рак будет распространяться второе темопею кажется 2.8 надо посмотреть вот как и во вторых до жатвы будут плевелы пшеницы а вы говорите гонения не будет окна не заклеивайте угля не заготавливайте у нас будет на юге как в Сахаре зимой ну и вот ты расслабился еще церковь то не будет страдать она вознесена будет на юг то нас как грачей бог перенесет туда и что а ничего нету 45 градусов еще с нами у вас какая температура была в Магадане самая большая минус 63 при тебе было я испытывал термометр там у нас метеостанция вещь невероятная кажется такой температуры быть не может минус 62 и 9 десятых градусов было ну там особо одеваешься там я видел просто так не посмотришь на улицу вот так обязательно нужно чтобы через шар как-то узкой полоской потому что глаза застывают сразу глаза застывают не видно вообще приток крови такой сильно что в мороз глаза не мерзнут столько крови пульсирует а там даже глаза закрывать надо замерзает слюна слюна говорят там плюнешь и вот замерзает вообще не плюется то есть ты тут раз уже все у меня было так большой сарай а я все время с ружьем ходил а отец мой остановился около столба а я на той стороне сарая через крышу и дальше отошел ну глупый уже в десятом классе показать какой я крутой а отец с кем-то стоит разговаривает а холод был 45 примерно градусов а ворона только села а я ее оттуда как ударил и звук даже не слышали она упала отец смотри у нас было воробьи замерзали но тут ворона даже замерзает уже упала ворона она упала прям к их ногам я ее со столба сшиб у меня отец был морозостойки уши никогда не вот так всегда наверху были ну а тут опустил вниз а его звали дядя Тиша и говорят смотрите дядя Тиша сегодня уши опустил соотношает температура за 40 градусник какой 55 стих смерть где твоя жало ад где твоя победа будет этот возраст когда-то или нет или это просто воображение вопрос к тебе ко мне лично но будет раз проронка сказал об этом я думаю все существа все до единого и люди и животные и букарашки и таракашки внутренно все провозгласят хвалу Богу аллилуйя смерть где твоя жало никого не жалит аллилуйя Богу жало смерти и грех вырвано греха больше нет ворота не запираются почему опасности ниоткуда нет а знаете на что это похоже это когда вот говоришь что-то и не слушают и вот раз и случилось наперекор все а не слушали давно и про себя так думаешь ну я же словами я же говорил не передать того чувства которое у тебя внутри есть и вот это такое же чувство будет и здесь потому что мы же все время этого ждем ведь это же бессмертие наше а вот ад где победа твоя там умирать не будут тут это посложнее почему потому что ад захватывал людей видимо тоже воображение а Господь их искупил от ада искупил я тебя и тогда у ада будет спросить это у тебя были люди у тебя ты их захватил а где эта победа кровь Христа омыло кровь Христа вырвала его оттуда и ад опустел а псалмопевец Давид говорит поднимите врата верхи ваши это же про адские врата речь идет по небесной и войдет царь славы а там уничижение было эти слова написаны в Исаакиевском соборе я их объясняю а про адские врата это когда Господь сказал врата ада не одолеют а это именно когда он в царь славу он идет а Христос ни перед кем не склоняется я просто по хазу я не царь а ворота-то Христос так возрос в славе но не вырос но в славе что врата вот ему как где а он не наклоняется и говорит врата поднимите верхи ваши то есть верхнюю перекладину поднимите кверху чтобы он мог войти царь ну в кино это можно показать как он идет когда Христос выходил до этого выходил нормально сверху вот такой промежуток это ворота-то наши-то какие еще выше туда а человек-то трехметровый-то а он не наклоняется и вдруг поползли кверху а куда это поползло а куда тогда верхние бревна делись когда говорят стой солнце над Гавалоном мы сегодня гадаем солнце стояло два дня это что земля перестала вращаться что случилось и почему если перестала вращаться почему цунами по всему миру не случилось то есть дальше человек наворачивает мерками сегодняшнего опыта а там все по-другому Бог дал закон он их изменяет как законодатель никакого землетрясения не было просто солнце замерло и стоит да как говорят солнце стояло так разве солнце движется земля же движется я говорю а вы как сегодня говорите восход солнца вы же так и пишете ну так привыкли так ну не восход солнца а поворот земли на самом деле что привязываться к библейским словам когда сегодня все еще так и говорят не говорят же земля повернулась к 7 часам 15 минутам а говорят восход солнца в 7.15 да сегодня все верующие сегодня воскресенье и каждый что-то на воскресенье запланировал и сказал уже другому когда воскресенье сказали все а на самом деле говорят и даже Сталин не смог отменить слово воскресенье хоть оно ему и не нравилось а как люди говорят ладно на том свете рассчитаемся угольками слышала угольками ой ой ну сегодня не угольки говорят а из ада да мобильник оттуда звонит Вован тут смола по дешевке в аду смолы много толкование блажанного феофилакта как бы увидев это совершившимся на деле воодушевляется издает победный клич и торжествует как бы наступая на поверженную смерть и попирая ее между адом и смертью можешь найти некоторое различие именно ад содержит души а смерть тела ибо души бессмертны ну это не для адвентистов седьмого дня написано адвентистов седьмого дня не верят ни в какие искупления ни в что ничего не надо этого тем более преисподняя такие начинают дебаты вести вот в этом все пойдет и миссионер это все должен знать миссионер не по книжке должен говорить ну там вначале пойти и позвать это тоже миссия посланничество звать но быть миссионером ты просто представляй вот у меня три кошки в избе и мы стараемся чтобы они куда-то не полезли я говорю а Володя у меня там палка так вот поставлен дощечка чтобы они могли с кровати перейти на печку а с печки они тогда по этажам я спрашиваю я спрашиваю на днях говорю Володя ты сам догадался вот эту такую дощечку положить чтобы с кровати она может прыгнуть но так как это кирпич она может когтями не зацепиться а тут открыта дверка духовки она прямо ее ребром и кошка-то пропала он говорит не знаю додумался или нет ты должен все время воображение взять ты кошка просто ты кошка и как тебе лезть но мозги у тебя человече ты бы стоял и думал людям это ничего не стоит положить дощечку я бы перешла почему он меня не любит он будет обвинять этот кот или кошка тебя в нелюбви вот так и о собаках привязали она все время привязана он подходит один этот человек хороший а другой там пасет корову но его считают юродивым но он как-то говорит так не ясно но к нему все обращаются знают что он молится ему Бог что-то открывает и он подошел и говорит о своем он говорит это конечно важно что говоришь там крышу перекрыть но ты собаку выгуливай он пришел домой посмотрел на собаку собака на корме лежит ну еще его надо как еще собаку-то жене сказал а что тебе сказал да так не кипр сказал но если сказал надо посмотреть собаку со всех сторон он так зря не скажет он стал смотреть я смотрел собака здорово лежит ну давай пустим погулять когда ошейник-то снял а у него там от которой разогнулась и она прошворкала шкуру мясо и по кости бороздит он так ахнула а тут корова пасет на лугу и знает про его собаку как а другой а другой значит подошла подошла я говорю не знаю квартира у меня опустела все на фронте уже две похоронки жить не на что может мне квартиру в аренду сдать куда-то это где-то он говорит можно сдать работать валяется пузырек какой-то он его взял этот пузырек пустой подал ей говорит вот тебе корнись этим пузырьком она думает ну уж глупый так глупый но не настолько глупый что там пузырек в два пальца и все а о доме не беспокойся у тебя там ноты будут лежать петь будут она идет и думает ноты но она грамотная знала ноты это записи какие-то идет к дому подходит а сосед говорит а на тебя тут ищут военные какие-то меня арестовать у нее куда бежать ну куда убежишь никого родных нигде нет я решила идти захожу правда военный в чем дело так у нас в комендатуре справка на вас есть что у вас пустые комнаты это правильно правильно открывайте комнату она открыла комната высокая говорит у меня и комнаты большие замечательно так сейчас придут рабочие здесь нарыв построят у нас здесь переселенная база мы готовим а уже после войны было там переходное момент ну и правда нары быстро построили и прислали узбеков и казбеков они лежат на нарах и целыми днями как-то салоны так поют я вспомнил а ноты какие они лежат по-своему и поют арахметаллахам и как ноты а бутылек взяла и стала рассматривать а что тут в этом бутыльке посмотрела ртуть как ртуть ртуть не бывает так что-то там другое было написано она стала перебирать а она в аптеке работала да как это ртутная мазь она пошла этой мази накупила и пошла по деревням а там вша заедала вше было-то как узнали как мне повалили она разбавила один раз помоет и вшеи нигде нету а в деревне ей масло ей сметану ей творог и она больше не вспоминала но она этому и кипру-то понесла вот бутылек-то этот как он меня спас иногда незначительное кто-то скажет ты обрати на это внимание вот эта чушка я говорю лежит она для чего-то лежит для чего-то он меня подкалывает там а через него мне может Бог что-то открывает он напишет что я со всех сторон это смотрю еще раз прочитаю еще вернусь думаю что-то он хочет сказать больше чем сказал а ему как-то сказали ты зачем залез а тут верующие и ты другое откуда вы знаете что я ну я не верующий если бы я вас не любил я бы у вас не был здесь вот это да он у нас потому что он нас любит оказывается это кто-то его там подначил который ко мне сильно расположен вы его зачем трогаете такого человека а то другое а что вы авторитет-то строите там я гляжу у него столько заложено это кусающего вот и все научитесь быть внимательным вот у меня собака а я их комлю ё-ма-ня галит сзади вот она сидит она приносит и что шкура обрезана со свиней и шкуры и даю вот подойдет которая другая собака она хватает хватает а другая сытая она берет и утаскивает я гляжу она вон там зарыла подошла тут она все зарыла везде зарывает ей давать-то нельзя весной надо смотреть где она зарыла а опыт какой нам нужно готовить на черный день что-то богатством неправедным приобретать друзей когда говорят сколько должен 100 пиши 80 сколько 100 пиши 50 через собаку ты не получишь но собака она помнила что надо сохранять для чего-то она в землю а ты для неба я стою на ее сегодня смотрю и мысль сразу мелькнула она учит меня учителя в море вокруг давай 56 стих жало же смерти грех а сила греха закон блаженный феофилак толкования ибо через него она получила силу пользуясь им как бы оружием какими жалом ибо как сам скорпион есть небольшое животное а в жале имеет силу так и смерть получила силу через грех а иначе она была бы недейственна это видно и на примере самого господа так как смерть не нашла в нем греха то и осталось бездействие над ним потому что когда не было закона мы грешили по незнанию и подлежали не такому строгому осуждению а когда закон обнаружил грех он подверг он подверг большему осуждению так как мы знаем и грешим и сделал его сильным не по естеству его но по причине беспечности нашей так как мы не воспользовались как следовало законом как лекарством о чем пространнее и больше сказано в послании к римлянам и так человек не сомневайся в воскресении ты видишь что и грех который был оружием смерти разрушен и закон который случайно стал силой греха упразднен когда смерть обезоружена очевидно она уже не имеет силы вы знаете сколько здесь молчите я опять засиделся на собрании теперь хоть тут выговоришь сила греха закон потому что пока не стоял знак запретитель святопора ехал напрямую не останавливался его нельзя было штрафовать а то сила закон говорит нельзя сил это в этом нельзя ты полез понятно ну да сила греха закон а раз сила греха закон так закон только убрать и тогда а тогда грех не считается так грех не считается и они грешны рассуждения то какие а вот теперь посмотри ситуация переходит на Голгофу возмездие за грех смерть согласна согласна а у Христа был грех не было а сатана ему вынес смертный приговор а 19 19 второзаконие говорится когда незаконный лжесвидетель говорит что-то сделать это ему и вот здесь сатана который приговор вынес Христом падает на него почему смертью смерть попрал смертью которая незаслужена была смерть попрал попрал раздавил и показал то есть Христос уже висит уже прибитый и в это время сатана видит он умирает кровь истекает жизнь уходит а греха нету он пытается через разбойника ты спаси себя нас а ты других спасал люди хулят раздевали рты а янзатаус говорит это не люди это языки человеческие это сатана залез и через них кричал сайди с креста и уверен в тебя это дьявол кричал это демон кричит на него почему потому что она чувствовала смерть приближается а греха нету впервые в мире смерть неоправдана а неоправданная падает на того и Лев Толстой изобразил разрушенный и восстановленный ад так и называется у Льва Николаевича Толстого и когда смерть дьявол метался с наручниками здесь Христа заковать а он уже убирает и наконец совершилось и наручники захлопнулись у сатаны и полетел в ад ну писатель он так это видел но в этом есть смысл впервые в мире смерть была не по закону возьмите за грех смерти греха нету и поэтому мы то умираем знаем за что за грех а что разве грех искупляет он не искупляет грех жертва Христа но наши страдания они нас очищают вот это надо помнить 57 стих никто не хочет сказать вот видите сегодня прибили у нас вот это вот любовь долготерпит милосердствует любовь не завидует любовь не превозносится не гордится не бесчинствует не ищет своего не раздражается не мыслит зла не радуется неправде а сорадуется истине все покрывает всему верит всего тут непонятно что потом все переносит любовь никогда не перестает первая коринца 13 4 8 это кто так написал надежда 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 кто надежда ну конечно я знаю еще не знаю она нам это написала так вот я сегодня говорил где надо было это сделать пониже чтобы не чертой вот это закрывало а только это но раз уж оно закрыто я подумал всего надеется вот нет а зачем нам надежда нам и не нужна выходит и закрыли почему мы верующие мы уже в реалию событий входим нам и надеяться не надо а то умышленно закрыл не кто-то закрыл а крест надпись Христова почему на надписи написано царь иисус иисус назовет старий иудейский садя на землю он закрыл и говорит надежда уже вам не нужна вы уже в реальности меня встретили я даже посмотрел и перевел это круто ничего случайного нет потому что жертва Христа переводит нас в реалию неба в вечность ощущение самой реальности мы со Христом и он в нас поэтому нам не надо надеяться а надеяться когда не видит а мы это все уже увидели мы встретили лесом к лесу на земле и они даже не зная этого закрыли надпись а на надписи надо тогда надписать иисус назовет царь иудейский надеяться всего всего иисуса назовет царь иудейский и все переросит благодаря иисусу назовет круто я показал круто но все равно надеяться там есть мы просто знаем Надеется, маленько надеется. Это уже прикрыли основное жертву Христа. Мы уже ощущаем небо. Потому вот мы сегодня причастники. Причастились с тела и крови Христовой. В нас Христос. Больше нигде более реального на земле не бывает. Только так. Везде. В духовном плане, а здесь я языком ощутил, губами, горталью, всем существом. Христос. Живой, оживотворяющий, дающий себя тело и кровь свою. Католики придумали, что еще во втором есть, когда папу мы признаем. Это второе реальное воплощение Христа, папа. Я считаю, это почти смертный грех так говорить. Поэтому они еретики. Я не могу сказать, что они больше еретики, чем мы. Но у нас, видите, что у нас каждый батюшка это папа. Он все по-своему делает. Там один папа. А тут 50 тысяч пап. У нас везде отцы. Отец диакон. Даже отец диакон. Отец чтец. Вот он сидит. Да? А я брат думал чтец. Давай дальше. А вы знаете, что Христа братом называют? Брат наш Павел. И брат Христос еще. Братьям, говорит. Братьям моим, скажи. И он называет себя братом. Да. Везде. Где мы считаем. Это слово так необычно звучит, что Христос брат. Что он искупитель, спаситель. Мы уже привыкли говорить. Да. А я отваживаюсь назвать его отцом. Осмелилась. 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 Давай. Почтем дальше. 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Толкование. Блаженый Фефилак. Подвязался Господь Иисус. А нам дана победа. Не по заслугам, не по долгу, но по благодати и человеколюбию Бога Отца, который сделал нас победителями через подвиг своего Сына. Ну, ответьте на этот вопрос. Победителем мы или нет? А если ты победитель, скажи, а где ты побежди? Победитель был. Кого ты победил? Или что победил? Почему? Тут вопрос на вопрос молчат. Или вам это все равно, или вы уже небесные граждане? Ну, вот победа была, вот очень созвучно это с победой в Великой Отечественной войне. И всегда там, когда говорят, там, допустим, Сталин встает и говорит, победа не только армии, но всего советского народа. То есть, а воины любят говорить. Мы там сражаемся на передовой, конечно, но нам-то легче. Почему? Потому что вы здесь в тылу больше страдаете, чем мы. Туда нам все, вы самое лучшее шлете, там, оружие, все. А эти, которые в тылу говорили, нет, те, которые на передовой им сложнее, они же идут на смерть. И вот так же такое созвучие должно быть с победой над адом, всем, всей церковью. Мы сейчас воинствующая церковь. Кстати, об этом вот патриарх в последней проповеди сказал. Я даже удивился. Вы, говорит, не забыли, обращаются. Мы же, говорит, воинствующая церковь. Мы, говорит, за что... Нас же, говорит, должны за что-то гнать. За что-то мы должны бороться. А так, говорит, зачем тогда мы воинствующим называемся? Такие слова вообще интересные. Где он берет-то их? Наверное, у Кураева. Может, книги где-то ваши всплыли. Я думаю, что он чего-то прочитал где-то, патриарх. Потому что не может быть этого, чтобы такие слова вдруг возникли. Он как будто на занятиях где-то побывал. Может, у них там между патриархами занятия какие есть? Хорошие, евангельские. Передастся, наконец-то, и нам, грешным, народу. И все, говорит, только ради того, чтобы все, весь народ России, всему народу России было благополучие. И главное, чтобы было благополучие религиозное. А для этого, говорит, мы и с правительством там сидим, чтобы только им о Христе засвидетельствовать. И в народ опускаемся. И каждый, говорит, должен пойти, говорит, чтобы сердце каждого человека было наполнено любовью Христовой по Слову Божию. Да, патриарх это говорит. Батюшка где наш? Батюшка отъехал. Уехал? Уехал, да. Значит, созвони с ним, чтобы всю неделю туда, куда поедете, их люди, которые храмовые люди, которые знают, сказали своим, что тут будет встреча, чтобы нашли большой зал. Проверить их надо. И чтобы они всю неделю работали и раздавали какие-то визитки или что-то приглашали людей. А поедете тогда, визите, чтобы всем было визитки, зайти на форум. Тогда они все будут иметь. Там и книги наши. Чтобы они подготовили. Вы едете не обращать людей. Это человеку не дано. О, слушай. Не переводить, а засвидетельствовать. О любви Божией. И может быть, где-то маленько притормозит. Уже положение не исправить. Я в это не верю. Но мы должны делать. Не, ну нам же есть о чем рассказать-то. Один раз. А как же Бог? Да, один раз. Ну, это как Бог, действительно. Но дальше вы с первого дня сразу же говорите, кто конкретно верит. Разделите людей, которые верят. Кто постится. То есть, уже батюшке сказать, нужно сегодня нам разделить людей хотя бы на четыре категории. Каждому требуется свое. И тем сказать, вот мы сейчас будем об этом говорить. Я буду этих укреплять, а вы не знаете, принимаете. Это первое осеменение. Семя бросается сейчас. Как они его примут? И вот что сегодня узнаете, вы сегодня же, после раздельствия, уже понесите другим. А когда может миссионерство? В тот же день. И вот бесноватый, когда Гадаринский пришел в себя, и он за Господа было, увязался, он говорит, иди домой и возвеси, что сотворил тебе Господь. Он бесноватый, не соображал, ни одного класса не знает, писать может не знает. А уже достаточно, что тебя... Я исцелил, исцелил. Вот это рассказы. Иисус из Назарета меня исцелил. Ну, слепорожденного-то допрашивают. Ты знаешь, это грешный человек. Грешный? Не знаю. Я был слеп и прозрел. И он про это опять толкует. Я был слеп и прозрел. И родители говорят, знаем, что он был слепой, родился. Но как видеть, не знаем. Самого спросите. Из-за страха. Мы должны говорить то, что мы знаем. А дальше будешь больше знать, больше будешь добавлять. Больше говорить. Вот бывает иногда по телефону позвонит человек, и он после этого еще обязательно, еще один раз позвонит. Так что он еще что-то забыл. У меня были две Вали. Это Валентина Павловна Конева такая и Кубайкина. Она одним звонком никогда не ограничилась. Это означает, что у ней есть что сказать, и она тут торопяк забывает. И видно, что это делает она с желанием, ее никто там не побуждает. А я уже знал. Если она позвонила, я никуда от телефона не отхожу. Сейчас через три минуты позвонят, еще через две еще раз. Ну, на третьем, на четвертом она уже все высказала. Теперь она не отпустила от телефона, я уже на молитве. Эти люди очень интересные были. Очень даже. И это надо все помнить. А что не по наш, там, какое сегодняшнее, это никакой роли не играет. Ты вспомни и прославь Бога. Вот я вспомнила Галю Кубайкиной. Ну, вот я просто так вот руку протягиваю сейчас, ну, на ощупь. Ну, открывай какой это том. Ну, вот он, пожалуйста, 26-й том. Ну, кто-то ты открой вот этот том. Рядом, 20-й, открой. Последняя страница. Открывай. Синий. Ну, ты. А ты открой еще там какой-то 30-й том. Открой. Вот это вот. Вот это называется, смотри, сзади форзац, твердый форзац. И здесь написано, вот считаем, компьютерное фото. И кто? Фото так. Кубайкина, Галина Ивановна, Нарубацкая. Так. Кто? Запись с кассет вторичных. Кто? Кубайкина. То есть она и ту, и другую работу делала. А ее имя осталось навсегда. В центральных библиотеках королевств. Как в Дании. Там в Англии. В Лиссабоне. Ее фамилии везде там есть. Ну, я просто на выбор беру. Вот беру 23-й том золотой. Это про евреев. 23-й том. Разбираю Талмуд. Талмуд, не Коран. Последнее. Вот я открываю. Половина книг это Марина Дебунова и она. Корректура. Дебунова Марина Геннадьевна Кривобокова. Кубайкина Галина Ивановна Нерубацкая. И Жорина Елена Глушкова. Вот это не они, ладочью. Каждой почти книги. Половина Марина корректировала. Так каждую букву надо было поставить на место. Найти все запятушки. Она книгами обложена была. Она осталась в памяти, как активный человек. А остальное, как есть такая поговорка, наплевать да забыть. А за это Бога благодарит, что рядом был такой человек. Вот я вспоминаю, был у нас Нападавил. Яромонах. Я вспоминаю вот это вот. Это самое ценное. Вот это вот самое востребованное, что у меня есть. Больше этого ничего нет. Вот я покажу. Первый, второй, третий том. Это Новый Завет. Вот он. Посмотри. Какое золото? Вот они с закладками. Какое есть? Это вот они в центральной библиотеке страны. Я начинаю с Польши, Чехословакии. Все страны Европы имеют эти книги. Англия, Америка, Австралия. Вот все здесь. И свое имя попало туда. Но этих книг-то бы не было, если бы не Нападавил. Почему? Я хотел назвать отдельным томом. А он мне говорит, это будет как открытым оком. Нет. Надо отдельно выпустить Новый Завет. Почему? Потому что то, что я вел занятия в университетах, это записано было. Я решил оттуда перенести, что записывали. Ну, допустим, вступительное, помните, я говорил, Царю Небесного Утешителя. Я 60 проповедей сказал, Царю Небесного Утешителя объяснял. 60. По 25 минут. 20 минут. И теперь просят все где найти и это опубликовать. Вот. И он отдельно был. А как оформить? Как написать? Это опять же Нападавил. Теперь, как передний, это крест. Смотрите, какой восьмиконечный, какой лучезарный. Мы поехали к директору типографии. Я говорю, вы как смотрели? Он говорит, я ничего не понимаю в этом деле. Я только с бумагой. Собрали людей. Он мне сказал и стали делать. Он говорит, а это нужно сделать вот так. Вот я, допустим, первый том. Вот, посмотри. Я-то ничего не знал. А он печатал. Вот я открываю. Мне надо показать. Ну, это понятно тут. Ветхий завет. Это вот Игорь Дубунов раскрасил. Весь Ветхий завет. Вот здесь. Вот оно что. Посмотри, какие красота. Вот каждую прописку вот эту сделать. Это Иосиф стоит. Это вот этот Игорь Дубунов. Его работа главная. А Новый Завет это Наташа Приходько и Ольга Унагаева. Вот здесь. И теперь, как вот это выделять? Вот это я выделяю, а он выделяет отдельной чертой. Сейчас покажу. Сейчас подожди-ка, чтобы сильно в глаза бросилось. Где-то тут не очень много. Первый том может вам показать. Вот. Так, где же тут это есть? А вот оно. Вот это он и я выделяю слова, что о проповеди, где дел проповеди. Дальше он чертой и другим шрифтом делает. И Эл Игнатий Лапкин. Это мои комментарии. Это все на фанаил. Тихо. То есть, уже сколько лет, я сейчас скажу, в каком году вышел третий том. Это второе издание. Это второе издание. Это второе издание. Ему, я считаю, это действительно так, нет в мировой практике больше. За две тысячи лет. Вместе с откровением. С толкованием. Это 2010 год я закончил. Вот оно, пожалуйста. Сейчас, минутку, покажу. Ну, 2010 год. Книга вторая. Блаженного Тефилахта. Считай. Составленный комментарий. Составленный комментарий. Он указал по благословению Преосвященной Евтихии. И дальше уже все показано. А первое, ну, первый, сейчас посмотрим. Вот, посмотри. Первый, это 2009 год. Вот. И теперь здесь у меня корректор, даже на Новом Завете, корректор был один только. Почему-то Марина отказалась, и Галине пришлось три тома корректировать. Марина потом уже третий том, она говорит, ну, я бы могла взять. Ну, теперь уже, ну, уже половину она проверила, я уже не стал беспокоить человека. Вот она, смотри. Корректор Кубайкина Галина Ивановна Рубацкая. Кто бы ни взял, он все равно на это ими наткнется. Да будет она благословенна, руки и знания ее. Расположи, как должны лежать. Понятно? Люди оставляют память. И мы даже это помним. Чтобы в день страшной, неповторимой при этой трубе Галине засчиталось то, что она вот это делала. Вот я насчитал Новый Завет, а мои книги, мои книги, вот, ну, открытым оком, ни один человек не насчитывал на земле, чтобы насчитать на пленке, кроме Галины Ивановны. Она сама мне ничего не сказала, и сама эти книги начала насчитывать. Ну, сколько она насчитала, я не знаю. Понимаете, какая у нее была ревность. Ну, ты не считала, не насчитала, и ты не насчитала. А она насчитала. И когда где-то услышите, прославьте Бога за нее, что она была такая ревностная. А где ревностная, где корабль нагружен, там и пираты грабят. Вот это даже помнить. А пустой корабль на мере стоит, заржавевший там на песках, в Каспийском море, он никому не нужен, и никто не грабит. Понятно? Поэтому на нее так всегда дьявол и сильно замахивался. Но не всегда она могла устоять, надо помолиться. Особенно вот на Фанаил, где он, что с ним. Но его, вот все это было тронуто им. Он меня научил набирать, корректировать. Там в фотошопе это Алексей Загуляев. Говорит, а вот вы сделали. Нет, я ничего не мог сделать. Это люди. Нафанаил очень сильно изменился. Я его видел два месяца назад. Да ты что? Он приезжал сюда, передавал всем поклон. У него передавать. Ну, сейчас я не могу уже. Он у Никиты, он с Никитой. Он состриг свою косу. Сейчас у него стрижка, как у вас, такая вот низенькая стрижка. Правда, бороду тоже, конечно. Пожарная где-то работа, бороду. Ну, он по специальности работает. Женился. Родился у него сынок. Правда, как назвали, по-моему, Александр? Иеромонах. Да, вот так. И он сейчас, вот если бы вы на него посмотрели, вы бы вот увидели изменения в его глазах, в его чертах лица. Такое впечатление, как будто гнали где-то лошадь или какую-нибудь скотину по грязи. Знаете, когда она идет, у нее прям ноздри надувается вот такое вот лицо. Вот у Нафанаила было такое загнанное животное лицо в свое время, да, когда я с ним беседовал. А сейчас он такой радостный, такой, как бабочка, вообще другой. У него лицо разгладилось. У него какой-то землистый цвет лица такой был всегда. Но вот это уже я не могу одобрять. Он давал обет перед Богом. Монашество. И снимать его никто не может. Аминь. Никак. Я против того, чтобы давали обет. Но он уже дан, и все замерло. Это что сейчас у него есть, женился, это все противозаконно. Жена счастлива не будет. Это я вам заранее говорю. Хотя уже не заранее это. И ребенок счастливым не будет. Это подтвердят вам не двумя свидетельствами, а тысячами свидетельств. Я это знаю. Не лады будут с женой. Ребенок будет больной или еще что-то. Это такой закон был. Потому что человек очень серьезный обет дал Богу. Не жениться. И романах. И прочее. Но ему об этом писали и говорили. И говорили. Когда он был здесь, и говорили. Зачем ты это сделал? Жил бы нормальной жизнью, и у тебя бы этого не было. Ну вот не знаю почему, но когда я его увидел, то очень сильно возрадовался. Я говорю только про то, что он женился. Он мог не жениться и быть здоровый свет леса. Я сразу вспоминаю, как он трудился, как они с Игнатиховичем рождали эти книги. Да вообще само... До восьмого тома это он помогал. Само печатное издание рождалось. Прям тут я рядом же присутствовал. Седьмой, восьмой том он помогал. И в это время Шимко и двое волков под руку попались и стали книги задерживать. Двое. А они были в нашей общине. И Пасха как раз уже. И мне нужно книги сдавать. Уже деньги там предоплата называется. А нет, я возьми да и скажи по телефону. Я говорю, вы там подагами путается. То ли мне уж помолиться, чтобы вам Бог голову снес. Как одним ударом голову были снесены у обоих. Я говорю, не говорил. Я только предположительно сказал. Я не говорил тебе, гора, иди. Я просто сказал. И все кончилось. Мне так страшно стало. И все рассыпались. И уже Пасха. Уже 24 часа. А я сижу сам. Впервые совершенно самостоятельно. Но если бы не он у меня был, ничего бы не было. Я его мучил ужасно. Как он меня терпел, не знаю. Он у меня жил на втором этаже. Нары было. На кровати-то где-то. И у него сон был чудовищный. Вот вместе встаем. Но у меня нельзя не вставать. Я настаиваю. Мы договорились. И теперь он покажет, что дальше делать. И ложится опять спать. И еще 4 часа спит. Еще 4. И это время отец Павел приехал. Я говорю, отец Павел приехал. Он вот так подушку берет и сверху положил. Зажал и даже не пошевелится. По теряйке был обязательно днем где-то спрячется. И опять в среде дня будет спать. И ничего нельзя было сделать. Но я допекал. Не дам спать, пока не покажешь, что дальше делать. А он когда меня зарядит, пока лежит там, спит. А я в это время набираю поисковики. И потом я так свободно начал работать. То есть у меня суровый был учитель. Он ничего не хотел давать делать. А я буквально выжимал. Ну дай, иначе спать не дам. Я сижу, ничего не делаю. Он печатал быстро. Как сейчас помню, он сидит, вот так вот печатает. Вот так вот. А я сзади у спины его прохаживаюсь. И в это время диктую, что писать. Вегета. Комментарии. Нет. Вопросы, которые... Сколько? 3424. Нет, Эрли. 4 тысячи. 4 тысячи. Вот он сидит, вот здесь тут печатает. А я хожу сзади и говорю, в это время мне трогать нельзя. Не задевать, не звонить, ничего нет. В это время кто-то что-то... Я останавливаюсь. А что мы кончили-то? Меня прервали. Теперь считай предыдущее предложение. Вот как у нас было. А он сидит и печатает. Не глядя. И мог печатать, не глядя по-английски. Это одного человека я знаю такого. А я по-английски еще ищу букву потерял, а нигде я нету. Я не могу на клавиатуре английскую букву найти. И он пока был здесь, у меня занимался английским и китайским языком. Это грамотный монах. Монах. А теперь какая-то размонашила его. Что он не был никогда. Вот так. Но я сказал то, что я знаю из истории. Благословить его Бог. И выход у него только один. Выход один. Развестись и уйти в монастырь. Так он же еще в греческой церкви монашство принял. Да. Он же дважды монах даже. Все перед другое. Но когда он восстал здесь на московскую патриархию, все стал говорить. Я говорю, даром это не обойдется тебе. Никак. Когда он написал вот это, вот в 19 томе, вот 19 том. Здесь его, он писал курсовую работу. Учился на теологическом факультете. Ну, пятерки. А руководитель у них была там, была Боева Марина Маратовна. Вот кто-нибудь видел фильм «Королек птичка певчая»? Турецкий фильм. Да. Вот. Так вот она на нее похожа на автора этого. На которой королек была. И она была у нас здесь. Такая красавица. И она у него была. А у вас какие отношения с Судиковым? А я ничего не знаю. Я говорю, хорошее. И ничего вы друг против друга не имеете. Такие вопросы-то задают. Она на дом приходила. У меня была не один раз. Я говорю, нет. А он писал, уже ей сдавал. И он там все эти годы, которые здесь был, вот здесь был, тут все мне написано. Никакой веры нет. Он только подсматривал. И он говорит, я имел уникальную возможность наблюдать общину изнутри. И он там подыскивался. Все, абсолютно все, что этот сказал, все там написал. Но грань последняя, он не перешел. Ему задание было дано. Показать, что это тоталитарная секта. И в конце, когда он все это написал и написал, это не тоталитарная секта. А пара пограничная, там пару напустил что-то. Но теперь на него можно даже ссылаться, если который к нам пристанет. А смотрите, какой ученый монах делал, курсовую защищал. И когда я приехал, он меня обнимает. А я ему написал, а я и не знал, что мне грудь давить. Когда я тебя обнял, это булыжник у тебя на груди был. Я говорю, что у тебя на груди-то там такое есть. Это булыжник. И когда он эту курсовую полностью всю закончил, и не решился, а потом мне ее передал. И теперь я ее, он никогда не думал, я ее всю публикую вот здесь вот. Почти вся она, там только повторы не стало. И дал полное объяснение, что там есть. Вот в 19 томе. Почему книги такие живые, а они на живом материале написаны. И он все-все, какой интонацией разговаривает, повышенный голос. Вот бывает, сколько батюшка бывает, какой властью, как оглашенная, как идет крещение. Он абсолютно все. И написал, я имел уникальную возможность наблюдать. Нигде не Дух Святой, нет, он только понимал, что я обладаю особыми свойствами харизматического лидера, как управлять людьми. То есть он все абсолютно по-безбожьему. Притом на какие книги он ссылался, эти книги, все масонские книги. То есть он полностью разложился. И я ему все здесь сказал. У тебя веры никакой нету совершенно. И то, что он женился, это просто результат. Это притом не худший был момент. Не худший. У него теперь может возникнуть раскаяние где-то. Я о нем молюсь каждый Божий день. Каждый день. Дня у меня не было, чтобы я о нем не молился. Понятно? Его фотография есть такая интересная. Он же был, окормлял казачество местное, алтайское. И у него фотография есть. Они набрали книг, которые посчитали, что они неправославные и антиправославные. И он стоит и в огонь вот так книги бросает. А ему подносят книги. И он сам сжигает книги. Как вот фашисты сжигали костры. И где-то там девятиэтажки видно где-то в пределах города. Я говорю, это что такое он? Это я вот такой был другой раньше. Господь вытащил откуда? Девяносто второй где-то будет это. На пятьдесят восьмом стихе мы закончили. Первая Коринфянам, пятнадцатая глава, пятьдесят восьмой стих продолжим. А ты не знаешь, в каком томе его фотографии мы сидим? У меня есть такая фотография. Это уже цветные. Уже цветные были. В истинном православии нету там цветных. Тринадцатый или четырнадцатый тонн? А в истинном православии нету там? Там мы сидим. На презентации, да? Презентация у вас была? А, презентация. Да, да, да. Презентация книг была в университете. Моих детей. Там цветные уже было, я видел. Цветные, мы по лоткам торговал. А, в истинном православии нету там. А, если не сразу найдешь, то он будет. А что бы не ели от Митленов? А вот это. Нет, Кисти на православии нету там. Валер, по тоннелю Алексеевне, может быть, Сережа увезет, Сережа с Митленов? Так, ну что, больше ничего нет, не найти. Божьей милости в будни не грешен. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчислав, я согрешил, Господи. Прости меня, грешеный, и помилуй. Благодарим тебя, наш Господь, за этот день. Прости, в чем погрешили в этих рассуждениях. Благослови этого Николая, бывшего Нафанаила. Да не будет поставленного вину на суде Божьем, что он нарушил данное тебе обещание быть одному. Только ты знаешь, как исправить это положение. Пошли, добрые жители вселения наше, расширь пределы общины, всех благослови на благовестие и поездку братьев освети, и приготовь сердца слушателей. Установи мир на Украине и в Израиле, и всюду, где есть война. И детей твоих помилуй, пощади пытаемых плененных, прими их в обители твои. И отъезжающей сестру надежду благослови в этом путешествии, чтобы она была твоим свидетелем, была в радость родным. Умножь в нас веру. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сергей, отнеси, надо будет, не они или, найди там, как передачу. Сын Гаева или как? Это ее? Закройте. Так, все, Сын, закройте.